Всем привет и слава Украине. Я Дмитрий Антонов и вы на моем канале. А я с Украины. 21 день войны. Украина сражается. В авиационной среде есть большая разница между словами «крайний» и «последний». Слово «крайний» имеет южно-русское происхождение и в язык авиаторов оно попало как эвфемизм для того, чтобы не использовать слово «последний». Слово «последний» ассоциируется со смертью. Так что по поводу «крайний» и «последний» слово опять же «эвфемизм» Кто как бы недостаточно образования, Google и Wikipedia вам в помощь. Ну и завершая как бы эту полемику, чтобы немножко закрепить пройденный материал, есть такой хороший анекдот. Артисты не играют, а служат. Художники не рисуют, а пишут. Моряки не плавают, а ходят. Только одни летчики не выпендриваются, а летают. Другой вопрос. Очень много вопросов, почему «Мрия» не улетела. К сожалению, этот вопрос к нашему руководству. Почему не было принято решение о перегоне самолета. Хотя как бы обстановка вся говорила о том, что очень сильно пахнет войной. И это, конечно, надо было сделать. В данный момент ведется следствие. Поэтому давайте однозначно решим. Вот посмотрели сегодняшнее видео. И поймите, значит, есть ситуация. Ситуация плохая. Мрия, к сожалению, очень-очень сильно повреждена. Тоже прошу не задавать вопросы. Сильно повреждена. Фотографии найдете в ютюбе. Не хочу показывать. А те люди, которые определят, что не смогли принять вовремя решение, конечно, понесут ответственность. В любом случае, после завершения войны, победы нашей, однозначно будет принято решение о постройке второй Мрии. Как я уже говорил, обязательно будет назначен адекватный молодой руководитель проекта. Собрана команда со всего мира. И на основе государственного предприятия «Антонов» будет произведено восстановление данного второго экземпляра. Я надеюсь. Ну или это будет собрано из первого, второго экземпляра вместе. Но обязательно самолет будет. Потому что не стоит вопрос. Опять же задают о экономической целесообразности этого проекта. Вопрос в символе. Далее. Много-много вопросов. Почему? Рашисты говорят. Чему это вы не спелкуетесь на мове? Это мой канал. Что хочу, то и делаю. Не говорю, не разговаривая украинскую мову и тому еще. Чтоб вам понятней было значительно. Потому что мы разговариваем на нескольких языках. А вы, к сожалению, на одном языке. Поэтому воспринимайте как есть. Вот. И что самое интересное для статистики. В начале войны специально заглянул на своем канале в статистику. И посмотрел. Зрителей из России был 21%. Очень-очень много возмущались. Говорили отпишемся. Больше заходить не будем. Вчера заглядываю. Зрителей оттуда 26,5%. Вопросы. Лезут. Интересно им. Ну это буквально как я уже там говорил. Как в анекдоте. Ежики грызли кактус. Плакали. Но продолжали его жрать. Так и с россиянами. Ситуация в Украине. Тяжело. Наземная операция на севере. Это в районе Харькова, Киева. Она там захлебнулась. И получают очень хорошо ответ. И потихонечку освобождаем территорию. На юге немножко сложней. Хотя вчера Мариуполь Азов отогнал. Там какую-то 22 бригаду. Не помню. Ну хорошо. Покрошил их. Там танков пожли. Людей там немножко. Удобрили землю украинскую. Украинскую. А вчера продолжалась эвакуация из этих городов. Особенно из Мариуполя. Выехало более 400 частных машин. Автобусов не пускают туда. Но было эвакуировано довольно много людей. Так что немножко город разгрузился. А гуманитарная ситуация в Мариуполе очень-очень тяжелая. Воды, света, связи. Абсолютно ничего нет. Но город держится. Мариупольцы просто герои. Далее. Херсон. Ну по всей видимости оккупантам там очень плохо спится. Потому что у них ничего не получается. Пытались они там устроить какую-то ХНР. Но ни один украинец и даже пальцами пошевелил, чтобы пойти им навстречу. Не то что там цветы и поляныцю принесли. А только митинги и проклятия в сторону оккупантов. Еще на аэродроме в Херсоне оккупанты устроили подлетную базу из вертолетов. Ну устроили базу. В кучу согнали кучу вертолетов. Конечно это очень удобная цель. И там было благополучно спалено почти все вертолеты. Есть фотография. Харьков, Киев. Как я уже говорил. Наземная операция. Там немножко отступила. Почему? Потому что силы заканчиваются. Все резервы собрали. С Дальнего Востока уже стянули всех. По всей России идет мобилизация. Сейчас призыв будет в апреле месяце. И не дай бог этих молодых не обтесанных людей опять же кинут в эту бойню. Так что просто следите там себе внутри. Насколько это реально. Ну а так как наземная заклепнулась. Конечно продолжают. Еще осталось у них ракет. Немножко. Ну и они есть. Бомб конечно очень много. Ракет уже более 900. Ракет выпущено по территории Украины. Бомбы к сожалению продолжают бросать. И они огромные. В Киеве вчера доставали не разорвавшуюся бомбу. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Сегодня с утра вышел сюжет. Александр Довгородний был в тылу у оккупантов. Продолжение следует... 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 Продолжение следует. В том углу, где я работаю, это Гастомель, Буча и Эрпень освободили Бучу. И россияне, расисты позорно ретировались, удрали, побросав всю военную технику. Посмотрите, как она была припаркована на улицах города Буча. Продолжение следует. Байрактары лупят и колонны, и группы танков. Сегодня одиноко передвигающийся танк. А сейчас о нашей МРИЕ. В 2018 году мы выполняли 12 полетов по перевозке энергетического оборудования фирмы Сименс из Чили, город Икики в Боливию. Контейнеры весом по 140 тонн. Кто-то задавал вопросы, что МРИЕ может Белуга заменить. Белуга рядом не валялась с грузами, которые может перевозить МРИЕ. Так вот, то есть 140 тонн этот контейнер, который перевозили, плюс оборудование. То есть общий вес груза с погрузочной системы был 160 тонн. Выполнили 12 рейсов. И сейчас я вам покажу первую посадку в Чиморе. Чем она интересна, что после этой посадки по всему Ютубу понеслись такие сюжеты, что МРИЕ как будто бы пролетела под проводами высоковольтной линии. Ну такое дело, люди совершенно далеки от авиации и далеки от понятия, что такое самолет и его размеры. Посмотрим, очень интересно. Продолжение следует... Gleiche! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok До завтра!